привет ребят юля алкоголик у меня первый раз такое что мне совершенно не хочется нигде ни на каких спикерских быть вот разве только если с новичками не знаю почему да ну как бы может быть и не первый раз но я давно не помню такого мне не хочется никаким опытом делиться и вот ну я надеюсь все равно наверно что-то я скажу я думаю вы знаете ребят как бы употребление у меня было очень достаточно ну для меня достаточно длинные питья прям именно пить я начала потому что мое употребление началось с алкоголя пить я началась 14 лет и это было сразу очень сильно очень до до пьяна и собственно пила я сразу крепкий алкоголь и по многу и как-то так все это сходило более-менее на нет хотя меня мать сразу увидела в этом состоянии меня домой приволокли буквально и как истинный созик она сказала быстро ложись спать чтобы папа не видел хотя при этом папа сам выпивал да вот и так я пила до 17 лет вот это было бы было единственное вещество но там не считая легких каких-то наркотиков я даже не беру это в расчет вот и всегда я прям ну как-то у меня такое было к нему уважение за исключением следующего дня я не очень любил следующий день то есть первый день меня очень устраивало а вот последующие дни меня не устраивали и потом до 28 лет я употребляла все что так сказать можно употреблять в последние года очень любила смешивать алкоголь с наркотиками почему не знаю наверное потому что если ты употребляешь и то и другое то у тебя не будет похмелья вот я это усвоила когда я это рассказала своему спонсору вот она мне сказала ух нифига себе ты мне говорит новому чему-то учишь вот у меня не было похмелья это меня устраивало то есть мне нравилось состояние вот этого безрассудного алкогольного до состояния но при этом ты не чувствуешь вот этой опостыливший ну опостылившего похмелья со всеми его прелестями вот и и в общем и наркотик веселее становится так он сам по себе достаточно грустная с алкоголем вместе они прям идеальное сочетание имели но все это у меня меня уже как-то не вдохновляло вы знаете я не сказать чтобы я прям такой ярый алкоголик была или ярый вот мне просто как будто надо было что-то закрыть что-то мне не хватало во мне и вот когда вот это вот случилось с алкоголем я еще как-то нормально приняла как-то это было более удобоваримым что ли а когда появилось вот еще какое-то вещество да тогда это стало совершенно неприемлемым и гораздо проще было сказать что ты пьешь нежели сказать что ты употребляешь я помню я прогуляла короче работу и попала врачу с интоксикации сильной в больницу да и алкоголе и веществ и она мне говорит что мне себе написать а я говорю дайте мне больничный лист я вот так хлопнула пьяная по столу она говорит а что мне в нем написать я говорю напишите правду какую что я была выпивши я помню то есть это у меня такая отмазка была вот она говорит да ты с ума сошла я говорю пусть лучше будет так она говорит ничего я тебе не напишу иди отсюда ну в общем вот так вот это было вот и так я это сильно мешала все дело вы знаете мне даже меня даже мои товарищи наркоманы это ну как сказать оскорбляли словом алкоголичка потому что я очень любила коктейли вот всякие я их в сумочке с собой таскала нет как у истинной дамы у меня была такая маленькая сумочка вот куда умещалась пару коктейлей и пара там всяких этих прибор в общем вот и так я ходила с этим по жизни вот когда я не употребляла значение пила когда я употребляла значит я и употребляла пила и и все это прекрасно длилось но уже было мне совсем не вмоготу меня была попытка достаточно длительного воздержания но она никак бы не совсем была без воздержания потому что в тот момент пила много но я считал что это воздержание вот потому что я только пила И это было несколько лет. И вы знаете, я когда пришла в программу, я не пришла с тем флагом, что я алкоголик. Потому что я вообще не видела в алкоголе проблем. Поскольку я его всегда в основном употребляла с чем-то, то я не видела в нем как таковом проблем. У меня не было последствий алкогольных, как я думала на тот момент. Зато мои другие последствия, они явно были видны во всем, так сказать так, во всей красе, от головы до пяток. А с алкоголем я не видела проблем. И когда я прочитала в преамбуле, что алкоголь – это тоже наркотики, я им чуть плеш не съела. Я говорю, да вы что, разве так можно жить? А как жить-то тогда же? Это скучно. Я думала, что хотя бы пивасик у меня останется на худой конец. Вот. И, в общем, ничего у меня не осталось. И у меня были очень сложные проблемы с алкоголем в самом начале моей трезвости, потому что у меня мозг все время пытался срулить на него. То есть он меня уговаривал, что это-то мне можно. Вот. Поэтому я сразу пошла к анонимным алкоголикам, как хорошей ученицей. Я купила большую книгу, сразу же ее прочитала. Я горько плакала и смеялась над рассказом Билла. Я нашла себя везде, в абсолютной идентификации. У меня не было с этим проблем никаких. Меня никак не смущало слово «алкоголик». Меня не смущал рассказ Билла, что он был там, да, бизнесменом, а я тут, значит, это, или биржевым акклерам, а я тут вот просто непонятно кто с улицы. Да, меня никак это не смущало. Там были общие симптомы, которые были мне понятны совершенно. Но я эту книгу прочитала как художественную литературу. И алкоголики сами ее на тот момент читали как художественную литературу, и они, правда, не понимали, как им выздоравливать. И я приходила и видела, что они сидят совершенно непонимающим взглядом, как им объединиться вместе. Ну, вот то, что я на тот момент увидела. Вот. Но я как бы приходила, и это было мне очень удобно, классно, потому что таким образом я создавала себе иллюзию, что моя проблема с алкоголем типа решена. Вот. Поэтому в начале трезвости я смело пошла работать с алкоголем в магазин. И как бы в большой книге я прочитала некоторые вещи, которые были непонятны в параллельном сообществе. Я прочитала, что если есть страх, да, то значит, твое духовное состояние находится не в совсем нормальном состоянии, так скажем, да. У меня не было уже страха, поэтому я не видела как бы никакой потенциальной угрозы там, где пьют. Я не видела потенциальной угрозы там, где продается алкоголь. Для меня не было никаких абсолютно границ ни там, ни сям, потому что вокруг меня пили, употребляли все, что только можно. Никакие границы мне на деньги не нужны были, потому что мне дали бы и то, и другое бесплатно. Вот. И я бы что хотела сказать по поводу начала трезвости. Я очень часто слышу на группах о том, что я не хочу сейчас никого сравнивать, я просто делюсь своим опытом, как у меня это было. Потому что я думаю, что для некоторых людей иногда важно от кого-то услышать. Я понимаю, что может девять человек меня не услышать совсем, потому что у них не было такого опыта. Но кто-то один идентифицирует меня с собой. У меня не было с самого начала программы никакого отрицания решению. Во-первых, у меня не было отрицания проблемы, потому что я сразу поняла, что у меня есть проблемы еще с начала употребления. Потому что бутылку водки на двоих в 14 лет не пьют. Мне как-то сразу это понятным стало на следующий день, когда я протрезвела. Ну, то есть я увидела, что что-то ненормальное в этом есть. У меня как-то мозг-то до 14 лет более-менее работал. Собственно, с ним в порядке так относительно было. Я долго сопротивлялась вообще к какому-либо употреблению, потому что видела перед собой пьющих родителей. И я не хотела совершенно становиться таким, как мой папа. Вот, поэтому для меня алкоголь был под запретом. Наркоманы – это было страшное слово, которые вот там на улицах у нас ходили без ног, без рук. Вот, меня это тоже никак вообще никуда. Я понимала, что я до этого никогда не докачусь. А алкоголики, у которых беляши из куртки валились зимой, они падали в подъезде, что через них страшно переступить было. Это тоже не мое было, потому что у меня всего было 14 лет. Я думала, что у меня вся жизнь впереди. Ребята, о чем можно говорить, да? Вот, какие там наркоманы, алкоголики. Вот, и я пришла в программу, и на удивление для меня не было отрицания решению. То есть мне говорили, что есть какое-то смирение, есть какая-то капитуляция, есть какие-то вещи, которые мне придется делать. Все, что я не поняла, я решила оставить до того, когда мне это объяснят более знающие люди, когда придет мое время. Вот, то есть четвертый, восьмой, девятый шаг и так далее. Все, что я понимала более-менее относительно, да, там какие-то слова мне были знакомы, я думаю, да вообще чихать они меня не пугают, потому что мне казалось, что я когда-то все это знала, а сейчас просто вспоминаю. Ну, то есть как будто бы я забыла, на сколько-то лет, а сейчас пришла, мне напомнили, и мне не составляло труда все это принять. Я понимала, что мне будет достаточно сложно что-то сделать, я понимала, что мне достаточно сложно будет перестроиться, но, честное слово, как будто я когда-то все уже что-то с этим делала, а сейчас просто вот мне дали готовое решение, мне надо просто следовать, у меня не было проблем. Вот, я попыталась взбрыкнуться в самом начале, вот, я попыталась выехать на собственных силах, вот, но у меня прям быстро это не получилось, и, видимо, может быть, Бог меня любит, но Он и вас всех так же любит, как и меня. Может быть, я, ну, чувствительно достаточно была к этому. Я прям сразу увидела, что если я сейчас не возобновлю свою программу выздоровления, хоть какую-то, да, то я быстро уйду следом за своими соседями. Вот, поэтому я ее возобновила и с тех пор никогда не останавливала. Это было шесть месяцев трезвости, с пяти месяцев трезвости я ездила спекерить везде, где только можно было пропихнуться, вот, и это было достаточно часто, много, я очень много плакала, мне очень тяжело давался этот первый шаг, я все время ныла о нем, как мне все это, путь этот был у меня, потом я смеялась, очень много людей думали, что я немножечко не от мира сего, вот, то есть я не понимала, куда мне пристроиться, то ли грустить по поводу прожитых лет жизни, да, то ли смеяться, потому что реально, ну, это смешно. Ты такие вещи иногда делаешь, которые вообще совершенно, ну, просто смехотворные. Если не хочется над ними поплакать, то можно посмеяться. Вот, в общем, я делала и то, и другое, смеялась и плакала. И я прекрасно работала по программе, все было замечательно, я была успешным выздоравливающим человеком во всех смыслах этого слова, никаких абсолютно инструментов, которые нам дает программа, я не пропускала. Вот, и потом что-то начало происходить со мной, я подумала, что мне, может быть, надо перестать молиться. Ну, для чего? Это было где-то лет, может быть, шесть трезвости, я не помню. Вот, я подумала, что мне не надо утром говорить, Боже, дай мне разум и душевный покой, какого черта он всегда и так со мной. Это было первое прям вот какое-то, знаете, вообще я так уверовала достаточно в себя, потому что у меня выздоровление было, ну, я не, ребят, я как-то стремно шел себя хвалить. Тех людей, которые там были рядом со мной, тут их нету. В общем, я могу говорить, что я хочу. Ну, со всех сторон, мне как бы вот изнутри, ну, то есть у меня было абсолютное душевное спокойствие, можно это выразить, да, так? Вот, то есть я не находилась ни в каком бардаке внутри, у меня не было никакого балагана. У меня были какие-то маленькие ситуации, которые решались достаточно быстро. Были более сложные ситуации, вот. Вот, но таких как бы вот глобальных каких-то проблем выздоровления у меня не было. Я применяла просто вот что мне говорят, и все. И была невероятная интуиция. Тоже явно она не у меня взятая, мне тоже кто-то дал это свыше, потому что, вот. А потом я перестала молиться, потом в какой-то момент там год, может быть, полтора, медленно очень я откатывалась назад, ребят. Это не вот так происходило, чтобы вы понимали. То есть на это ушло прям года, наверное, три, может быть, даже побольше. Вот. Потом я стала думать, так, я уже, по-моему, переехала в Израиль или еще, нет, я не помню. Я все время говорила, Бог, 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 Бог. А мне кто-то как-то говорит, слушай, ну ты же сама на группу ходишь? Я говорю, ну да, сама. Ну ты же сама занимаешься служением? Я говорю, ну да, сама. Ну ты же сама ведешь подопечных? Я говорю, ну да, сама. Ну так ты же сама все это делаешь, при чем здесь Бог? Я думаю, а натуре, а что он здесь делает-то? Я же все сама. Вот. И как-то я так вдруг сама-сама. До этого я пыталась сделать медитацию. То есть у меня были достаточно успешные в этом плане попытки. У меня были такие глубокие и размышления, и практики. И по-разному я использовала одиннадцатый шаг совершенно в разных конспектах. До одиннадцати в контекстах. До там одиннадцатый шаг, где-то лет до шести-семи мне вообще просто... У меня не было с ним проблем. Ребят, мне никак не составляло труда успокоиться. Успокоиться, не двигаться, не дергаться. Даже чтобы мышление мое не дергалось. У меня не было тоже с этим проблем. И вдруг в шесть где-то лет у меня все это как будто выболилось из меня. Мне как будто кто-то дал, а потом кто-то это забрал. Но, видимо, какие-то наработки у меня еще остались. И я так плыла какое-то время. Плыла просто по течению. Потому что у меня вся семья типа программная. То есть у меня муж программный. Я хожу на группу. У меня есть подопечные. У меня есть спонсоры. Я занимаюсь служением. Вот если есть такое выражение «уснуть, находясь в программе». То есть ты вроде делаешь все действия по программе, но при этом ты в таком глубоком сне. Я не могу даже вот вам как-то сказать. Я просто сейчас с печалью, с большой наблюдаю, что очень многие люди... Я никого, ребята, не осуждаю. Вы не поймите меня превратно. Я просто это знаю, потому что у меня у самой есть такой опыт. Очень многие люди думают, что они находятся в программе и при этом они в глубочайшем сне вообще. Просто в глубочайшем. Я прям вижу, как какие-то духовные принципы даются настолько скрипя сердцем. Или вообще совсем не даются. Или они понимаются вообще совершенно не так. Или о них просто говорится на группах. Или о них только обсуждаются со спонсором. Я понимаю, что это все, что было у меня. Я прям падала в пропасть. И я даже не осознавала этого. Я настолько крепко спала. Вот как я спала в начале употребления. Я думала, что у меня все под контролем. Алкоголь – это вообще бред силы и кобылы. Я даже в нем не рассматривала врага. Я только потом… Вот Виталик не даст соврать. Я уже была глубоко в большой книге. Я ему вдруг как-то вечером пишу такое сообщение. Я говорю, Виталий, у меня тут прозрения духовные наступили. Я вдруг вспомнила, как я бухала, как скотина. Ребят, я правда, я жила с алкашами. Они умирали при мне от цирроза печени. Они там пили этот какого-то спирт какой-то паленый вообще в Новый год. Умирали пачками. Я жила, как рыба в воде была совершенно. Ну, просто они только бухали. А я еще иногда употребляла что-то, если удавалось. И при этом я неделями не помню. А потом я прихожу, как-то сажусь к брату в машину и говорю, слушай, да я не алкоголик. Он говорит, кто? А ты аж по руле ударил. Он говорит, ты, говорит, не алкоголик? Он говорит, Юля, ты просто не помнишь себя. У меня реально, у меня годами просто стерто из памяти. У меня такая память удобная, я ни черта не помню. Вот. Ну, правда, мне это хорошо, потому что я ни на кого не злюсь, не обижаюсь совершенно. Я просто ничего не помню. Я даже смутно помню, что на той неделе было. Очень удобная вещь моя память. Вот. И я не знаю, может быть, это болезнь какая-то. Ну, мне хорошо, потому что я не сильно страдаю. Все, что надо было, я вспомнила в шагах, ребят. Все, что не надо, мне Бог, вот видите, там на 11 годах трезвости даже показал. Я не очень, кстати, это приятно было, потому что мне казалось, что я все знаю о себе. И я прям этим же вечером пишу брату, он, слава богу, помнит все. Я спрашиваю, Матвей, скажи, а были вот эти вот эти события? Я жила вот там, вот там? Он говорит, да. Я говорю, а я там что-нибудь делала? Он говорит, а почему ты спрашиваешь? Я говорю, ну что-то мне как-то стыдно. Он говорит, не гони, ничего такого не было. Вот, вы представляете, вот настолько у меня вся печалька с памятью. Вот. Я, короче, вот так же, как сплю в употреблении, да, то есть я перехожу от одних веществ к другим. Я мешаю их, я как будто пытаюсь их контролировать. И то же самое происходит в трезвости. Я пытаюсь что-то взять одно, я пытаюсь взять программу ту часть, где она легче дается. Я пытаюсь уйти, типа, в какую-то параллельную вещь, да, в какую-то психологическую, может быть, вещь. Где-то там взять что-то полегче. Это я сегодня с девочкой читала в пятой традиции, да. Вот. Мы любители уходить в более легкие вещи, вот, типа, куда-то там, да, рядом, рядом, да, что-то находящееся. Вот. И под лозунгом, что, типа, я работаю над собой, да. Вот. В общем, вот такая вся штука. Я, типа, что-то делала с собой, но при этом я стала в жизни, жизнь моя стала совершенно неуправляемой в трезвости. Я на каждом углу ругалась своей семье. Я постоянно докапливала здесь своего брата, до мужа, до ребенка. Я всех в округе достала. Мои отношения с людьми просто развалились в никуда вообще. Мне прям страшно было на улицу выходить в трезвости, потому что я думала, что мне люди пинать скоро начнут. Вот. Еще там некоторые, при этом все внешние атрибуты программы, если можно так назвать, я все делала, совершенно все. Со мной продолжали быть люди, каким-то образом эти несчастные люди продолжали быть со мной. У меня по-прежнему был спонсор, я по-прежнему ходила на группы, я занималась служением. И ни черта вообще не понимала, что происходит. Я только смутно на задворках понимала, что все не очень хорошо, но больной человек, когда он болен, он подыскивает себе таких же больных. Вот вы понимаете, это удивительная способность нашей болезни. Как говорит мой друг, моя подруга точнее, она говорит, что с нашей головой трудно что-либо утверждать. И вы знаете, я с ней соглашусь, потому что я удивительно находила людей, которые реально выздоравливают успешно в программе, но я их в такую позицию ставила, что они были вынуждены со мной согласиться. Мой мозг настолько точно работал и подбирал слова. То есть программа с интеллектом, да, она начинала работать против меня. Я так оперировала программой, что они были вынуждены мне сказать, да, ты права, тебе надо там разойтись, что-то сделать, тебе надо как-то сейчас пойти вступить в эту схватку. Я думаю, надо, надо, надо с этим что-то делать, но не сегодня. А потом я, слава богу, пришла, насколько у меня вся семья, собственно, так или иначе находится в программе, я просто уже не знаю, где мне что говорить. Потому что там в сообществе в одном мой муж, здесь остальная половина моей семьи, слава богу, в параллельном Аллануне, только нет никого, туда можно зайти спокойно. Вот, и поскольку один из моих родителей употреблял алкоголь, я пришла сюда. Я думала, что я помогу ему. Вот, я сидела, слушала, говорила вы, они, них. Я не знаю, вот как ребята меня терпели, честно, не знаю, я до сих пор везде, где только можно, я благодарю их, иногда называю поименно, вот, потому что надо запечатлеть для истории их имена. Вот точно присутствовал Виталий, точно присутствовал Андрей, Ирина. И я всегда отделяла, вы знаете, и как бы я вот, поскольку знаю же программу, я понимаю, что так нельзя говорить, да, но у меня слово уже, ну вот, вылетает, а потом я на задворках думаю, Юля, что ты говоришь, ты сидишь в этом сообществе полгода, какого черта ты отделяешь них от себя, кто вообще ты, где твое сообщество, где ты находишься, у тебя ни черта нету, ни дома, ни крови, никого, никакого лозунга. Вот, и, а потом, короче, я услышала спикерскую одной женщины, жены алкоголика, вот, и это настолько было для меня проникновенно, она, ну, рассказывала свою весть, большой книги, и это настолько было для меня ощутимо, что я просто, меня прям тряхануло просто, как будто она про меня говорила, хотя она вообще ни с какой стези, она, ну, чистой воды аланом, то есть я там рядом как бы не должна стоять, да, вот. А потом через какое-то время Бог так все сделал, что я узнала ее номер, обратилась, она мне дала спонсора алкоголика, алкоголика, спонсор меня повела по шагам, и это было для меня очень тяжело, ребят. Я ломала себя, как только могла. Зайти в программу на вот таком сроке трезвости, как будто ты ни черта не знаешь, ты сидишь, махаешь спонсору головой, как будто ты ни черта не понимаешь, вот, это в крайней степени тяжело, вот. Вот, и вы знаете, я, ну, я же умный еще алкоголик, я наслушалась до этого много спикерских, я переслушала все спикеры лучшей Америки, я переслушала все семинары, какие только возможно, все, что мне попадалось под руку анонимных алкоголиков, я везде как бы находила абсолютную идентификацию, я не могла приложить это к своему лбу. И вот, когда я услышала эту женщину, жену алкоголика, я поняла, что это мое. Она тоже говорила про большую книгу, она тоже говорила, но только она говорила, как она ее применяет в жизни. И вот тогда я услышала первый раз прям вот для своего сердца. И все, я когда пошла со спонсором, я все это начала прикладывать, весь вот этот опыт. И у меня такая каша в голове была, ребят, я просто вам даже передать не могу. Я, с одной стороны, слышу, я понимаю, что это весь та, которая мне нужна. Я понимаю, что за счет нее я могу остаться, оставим в стороне трезвой, я могу остаться счастливой, радостной и свободной, и вообще быть ею. Я могу остаться, ну, духовно здоровой относительно, да. Может что-то произойти, что я найду контакт с этими людьми, вообще с вами, со всеми, с этим миром. Потому что мне стало очень трудно находить контакт с людьми. Вот, а для меня это единственная проблема была на тот момент. У меня не было проблем уже ни с алкоголем, ни с наркотиками. Я не думала о них никогда. У меня не возникало желания употреблять. У меня ничего с этим рядом не стояло. У меня нету никаких, вроде бы, абсолютно симптомов аллергии сейчас. Но я, поскольку и не пробовала, мне даже эта мысль никогда в голову не сходила за 14 лет. Вот, ну, если только не считать там какие-то сны, какие-то такие сиюминутные мысли, которые в одно ухо вошли, в другое вышли. Вот, но сам алкоголизм, вот эта вот вторая его степень, духовное заболевание, да, психическое, физическое, вот, духовное. У меня физика, знаете, как проявлялась? Она стала проявляться на той степени, что я с кем-то поругаюсь, у меня начинает голова болеть. То есть я что-то делаю, что идёт своеволие, да, против воли Бога, и у меня начинает голова болеть. Или ещё что-то болеть. Это просто невероятно было. И, в общем, пойдя по большой книге, вы знаете, я где-то полтора года, наверное, я прям помню, я обращаюсь к спонсору, к наставнику, и говорю, слушай, это когда закончится? У меня башка постоянно со мной разговаривает. Когда у меня хоть немножко просвет пройдёт? Вот, мне наставник говорит, ну, человек двадцать, говорит, проведёшь по большой книге. Я говорю, ты чё, говорит, зато порухнула. Я говорю, где столько времени взять, вообще, где столько жизни взять? Она говорит, не переживай. Всё начинается после прохождения шагов. Я её, правда, не слышала. Я думаю, ну, как так после? Я уже их десять раз проходила. Дайте мне, пожалуйста, уже всё. Я уже прошла эту большую книгу, я её прочитала от и до. Я уже семь раз её слушала. Я уже её выучила почти что наизусть. Она говорит, Юля, всё начинается после прохождения шагов. Когда начнёшь передавать свой опыт, у тебя всё начнётся. Пять человек, десять. Я не знаю, сколько было. Я не знаю, что произошло. Я не могу вам никакой дать точной точки отсчёта. Я не знаю вообще, в какую точку отсчёта мне заглядывать. Вдруг у меня начали происходить относительно недавно совершенно удивительные вещи. Я вдруг стала слышать, что мне говорит наставник не со стороны, не с позиции человека, который только пришёл в программу, как новичок, сырой совсем, потому что до этого я слушала её именно так. Она мне говорит о духовных принципах, например, заткнись. А я не понимаю. Я правда не понимаю. Ну как можно заткнуться, если у меня рот сам открывается? Я ещё даже подумать не успела об этом, о том, что мне надо заткнуться. А у меня рот уже открыт. Как мне можно заткнуться? Она говорит, Юля, великий духовный принцип – заткнуться. Это 90% твоих проблем. Я правда не понимала. Она мне что-то говорит, наблюдай за своими мыслями. Первые действия десятого шага. А я не понимаю. Я два года её слушала, я не понимала. Я слушала, но у меня, поскольку была с ней идентификация, я прямо её благодарила, ложила трубку, да, на какое-то время короткое меня хватало, а потом всё начиналось. Это безумие. Я вот сегодня, вы знаете, я прямо недавно стала, это настолько, у меня вот настолько стало видно, и вот это вот всё, какие-то невероятные вещи стали происходить. Я перестала зацикливаться на себе. Я перестала зацикливаться на том, что я делаю, на том, что я говорю, на том, что я думаю, что проходит через меня. Я перестала зацикливаться на каких-то внешних вещах. Я перестала обращать внимание на том, что происходит вокруг меня. Меня раньше так это задевало. Даже вот эти внешние обстоятельства. Я уж молчу про войну. У меня первые вот эти вот внешние обстоятельства были, они бубу, все меня накрыло. Любое обстоятельство, рядом что-то, кто-то, муха пролетела не вовремя, меня накрыло. Я настолько была слоном в посудной лавке, что я просто не могла вообще нигде находиться. Я вам говорю немножко, я утрирую. Если кто-то из вас когда-то начнет себя в этом замечать, когда начнут происходить сначала болезнь, будет вот так вот иметь, а потом ты вдруг начнешь видеть, как она освобождает свои цепкие лапы от чего-то, и ты не замечаешь, как это произошло. Что ты применил, что случилось, в какой стадии это произошло, в какой степени, потому что ты вдруг, просто вдруг освободился. Я иногда понимаю, что у меня голова рассказывает истории. Она засыпает. Эго очень склонно такое, знаете, оно немножечко спит. Оно тебе дает возможность расслабить батоны. Ты вроде такой, ну я в программе, десятый шаг делаю, одиннадцатый делаю, двенадцатый делаю. Все нормально, не переживай, все хорошо. День, два, три, четыре, пять. Ты никого не видишь, ничего с тобой не происходит. Это другие люди. Ты с этим миром ничего не сможешь сделать. Ты не можешь его изменить. Мне даже говорить уже себе это не надо. Я просто посмотрю на вас, на всех. Я прям сразу говорю, я не могу изменить этот мир. Я не могу изменить этих людей. Я не могу их сделать духовными. Я не могу, сука, никого протянуть за уши в духовность. Никого, ни одну душу не смогу протянуть. Вообще ни одну. Это иллюзия, все. Я сегодня это понимаю. Мне даже не надо говорить себе об этом. Но вдруг иногда эго такое. Стоп, Юля. Что ты там говоришь? Где ты? Что не можешь? Ну давай пойдем попробуем, кому ничего не скажем. Я вдруг секунду начинаю верить, что сейчас я пойду, скажу. И мои слова возымеют эффект, понимаете? Вот это вот еще одна иллюзия безумного мышления алкоголика. Что мои слова имеют какой-то эффект, понимаете? Я думаю, что кто-то меня запоминает. Кто-то меня, слушай, кому-то еще нахер нужна. Кто-то думает обо мне больше, чем о себе. Или кто-то вообще как бы вот, ну что-то, да, там у него какая-то вот вообще ни о чем просто. Каждый думает ровно в меру своей испорченности. Причем, если вы спросите меня, Юль, ты когда-то об этом знала? Я знала об этом с самого начала. Я прям пришла в первый день в программу, я сразу поняла эти слова. Каждый думает в меру своей испорченности. Все, что бы я ни сказала, будет перефразировано в голове. Да, точно так же я воспринимаю информацию от другого человека. Сколько мне раз надо было прослушать своего наставника, чтобы понять, о чем она говорит про первое действие десятого шага? Больше, чем два года, ребят. Больше, чем два года я должна была слушать одно и то же. Вот. И я даже не смогу вам описать все, что со мной произошло в большой книге. Я не знаю, сколько лет я уже вот сижу в большой книге. Я не знаю, сколько лет я... Наверное, года три может быть, да, Андрей? Может, поменьше, я не знаю. Вот. Вот она. Да. И я не знаю вообще, как, чего. Я каждый раз восхищаюсь. Я каждый раз делаю 12-й шаг. Я искренне благодарна людям, которые это написали, которые прожили этот опыт. Там невероятные духовные принципы, ребят. В 12-м шаге заключены невероятные духовные принципы, которые сделают мою жизнь свободной. Правда. Я читаю эти главы, вот это, работая с другими. Особенно вторая ее часть, да, обращение к женам, новые взаимоотношения в семье. Я каждый раз меня прям до дрожи. Я думаю, ну как они могли все это предвидеть? Как они могли мне мою жизнь изложить в картинках? Мне надо просто следовать, и все. Иногда это так трудно. Иногда это так кажется невыполнимо, недостижимо. Мне кажется, что моя семья какая-то особенная. А потом я понимаю, что это иллюзия очередная. У меня никакая не особенная семья. Абсолютно совершенно, это как у всех. Все как у всех. Нет у меня никаких особенных отношений. И я никакая не особенная. Я такая же точно, как и вы. Вот. Спасибо, ребят, большое. Трезвое. Спасибо тебе, Юля.